В спортивном зале еще лениво. Народа немного. Одни разогреваются на беговой дорожке, другие приступают к отжиманиям. Вдруг в зале появляется губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. И те, кто сонно тренируется, вмиг просыпаются. Журналистов аккуратно спрашивают, а что губернатор тоже тут занимается? А глава региона приступает к разминке. Сначала жим за спину, потом пару минут настольного тенниса. Не проходит и мимо бильярдного стола. Да что тут играть-то, американка? В отличной форме Валерий Павлович находится. Жалко, что не прошел и не удалось с ним поработать на лапах. Надеюсь, это все получится. Спустя 24 года в Россию возвращаются три советские буквы. ГТО. Готов к труду и обороне. Тогда нормы физподготовки, которые надо было сдавать на значок ГТО, были обязательными для всех. Сейчас это дело добровольное. Это программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях. Мы спросили нижегородцев, готовы ли они к труду и обороне. Сколько раз ты можешь отжаться? Ну, норматив сдавал 45 раз. А пробежать сколько можешь километров? На скорость? Ну, вообще, думаю, много пробегу. Я вообще очень за спорт всегда люблю его. Спортивные пробежки, фитнес. Это все мое. Человеческое тело, человеческий организм, он создан для движения. Если его лишить такой возможности двигаться, то сломается. Как механические часы, которые периодически надо заводить. Валерий Победович, а вы ведь сдавали нормы ГТО, да? Ну, в свое время сдавал, да. Вот сейчас готовы перезадать? Ну, сейчас пойду плавание сдавать. Говорят, что надо проплыть в возрасте 44 года 50 метров. Я думаю, я побольше проплыл. Нормы ГТО для мужчин в возрасте от 40 до 44 лет – 50 метров. Во время ежедневных тренировок Валерий Шанцев проплывает километр. Уже посчитали, это в 20 раз больше. А расскажите, сколько вы вообще в день проплываете в километрах по времени? Если 20 минут, там 30 минут, то по утрам. А если вот 40 минут, то это уже вечером после работы. В ряду вот с большим теннисом основная нагрузка – это плавание и большой теннис. Вот это два вида, которые, наверное, для меня сейчас самые комфортные. Фехтованием занимался, и ручной мяч играл, футбол играл. В хоккей не играл, хотя мне все говорят, что вы, Валерий Победович, хоккеист. Я стою в 6 утра, на работу выезжаю в 8. Вот с 6 до 7 занятий с культурой, потом завтрак, туалет и поехал. А если вы вдруг чувствуете, что сдать норму не готовы, то это может стать стимулом. Тем более, что спорткомплексов и оборудованных тренажерами площадок в области становится все больше. До конца года откроются еще три фока в городце, Московском и Приокском районах Нижнего Новгорода. Ксения Доринова, Левтина Батурин и Максим Василов. Объективно, ННТВ.